в этом сезоне до чемпионата россии пары как-то вообще не радовали все очень слабо но вот на чемпионате россии конечно лучший прокат бойкова козловский будем надеяться что они его повторят и на европе вообще конечно складывается такое странное ощущение вот после олимпиады в сочи точнее до олимпиады в сочи была до пара и они были вот такие просто серые мыши то занимали там может четвертое пятое место но всегда вне призов и особо их никто не оценивал хорошо олимпиада закончилась многие кто-то ушел кто-то нет и внезапного то им начали ставить давать высокие оценки то есть пока не ну принципе элементы то они делали них и тройной лутц и все но поддержки детские катание вообще базовое катание навыки базового катания ужасно непонятно за что им ставили высокие оценки и вот в итоге они даже двукратные чемпионы мира с ума сойти а в этом сезоне у нас получается точнее это еще с прошлого сезона тоже можно сказать поле после олимпиады начали подгонять другую пару вот эту французскую также она как и как и канадца не особо блистала не особо выступала слабых всегда оценивали а тут раз и начали оценивать их как суперзвезд ну по таланту конечно они талантливее тех же канадцев тут не поспоришь но если канадцев вот это с таким слабым катанием смешными поддержками прочим так так плюсовали и такие компоненты давали то что уж говорить о паре которая лучше даже них да в этом сезоне они выступают стабильно так что они вполне могут бороться даже за титул чемпионов мира что касается именно чемпионата европы то все зависит как откатают тарасов морозов на чемпионате россии они откатали впервые по моему вообще на моей памяти чисто произвольную программу но не было чего-то такого то есть музыка какая то ли слабо то ли программа то есть не чувствовалось вот этого задора который у них был например в двух коротких программах вот до того какие там на рахманину поставили вот это вот то есть вот это у них ирландская была короткая программа бы замечательно и после этого там под какую-то американскую музыку прям тоже вообще прям так им шла прям видно было они живут этой музыкой прям выживаются в образ произвольных программах такого у них никогда не было и в этой это не исключение вроде как и музыка не подразумевает каких-то эмоции какого-то вовлечения в прокат но и но она не затягивает то есть ты смотришь но как-то блекло вот после бойкова с козловским их прокат вообще никак не смотрелся очень вяло смотрелся на этом фоне какая энергетика и живость была в том прокате какая блеклость и вялость но все выполненные элементы были в прокате тарасова морозова поэтому неизвестно в принципе как будет то есть тут наверно самая непредсказуемая дисциплина потому что французы спокойно могут выиграть и я бы наверно даже отдал им предпочтение то есть если мы говорим о прогнозах да и кстати как видите 13 команд всего что-то совсем бедное парное катание у нас становится вообще в мире надо помимо отдельной женской лиги нам создать еще и отдельную парную лигу а то совсем уж беда только только у нас запасные вон только у нас большое количество пар вообще в целом стране в мире их очень мало так что нам нужно это тоже спасать наверное так вот на кого стоит обратить внимание так это на хорватскую пару тот как видите антона соуза кардейра он из нашей страны родился в москве вот но просто представляет хорватию пара конечно слабенькая но поболеть можно основные претенденты да помимо собственно французов и тарасова морозова и вообще наших пар это у нас конечно итальянцы дала моника и гуариса и австрийцы зиглер и кефир вот собственно все остальные просто не претендует посмотреть их ацаки ну может быть кто-то из немцев нормально откатать там кого-то из них по моему тренирует тот же тренер кто тренировал савченко с масса то есть хорошие специалисты в парном катании а в остальном конкуренции конечно нету то есть соответственно за первое место будут бороться тарасова морозов и морган цепре но за второй третий будут бороться наши оставшиеся две пары также говорится за дала моникой и вот австрийская пара то есть вот это вот такая вот борьба будет потому что по компонентам например павлюченко и ходыки но ставят значительно ниже чем там может тем же итальянцам ну а австрийцам наверное будут ставить где-то одинаковые компоненты на уровне то есть здесь надо как-то выезжать техникой лучше элементы делать ну а бойкова с козловским если также блистательно откатают как они откатали на чемпионате россии то здесь можно конечно ожидать даже сюрпризов но все-таки фактор того что они вчерашние юниоры в парах он больше такой существенно и могут поставить и даже на 10 ниже компонента тему чем у тех же французов и у тараса морозова поэтому мы здесь им будет сложно так что если говорить о прогнозах давайте будет у нас в таком порядке первые все-таки морган цепре вторые тарасова морозов 3 бойкова козловский четвертая дала моника говорится и 5 пауличенко ходыкин наверное как-то так конечно хотелось бы чтобы вообще мы весь пьедестал заняли но это мало реально две медали там серебряные бронзовые уже будет хорошо то что французов и итальянцев конечно опасаться надо